Пальмы мерцают яркими огнями, фигурки животных будто ледяные, украшают газоны вдоль дорог. Ёлки с разноцветными шарами встречают покупателей у магазинов. Сочи продолжает готовиться к Новому году. Большинство объектов торговли и санаторно-курортной отрасли уже погрузились в новогоднюю атмосферу и дарят ее своим гостям. То, как в целом курорт готов встретить главный праздник страны, проверил первый заместитель главы Сочи Мукзин Чермейт, объехав центральные улицы города. Наиболее лучший подход мы заметили в Аддерском районе, остальным районам для того, чтобы подтянуться, я думаю, что достаточно будет несколько дней. У нас еще 10 дней до Нового года. Я думаю, что в течение ближайших 2-3-4 дней мы успеем оформить все основные гостевые маршруты. Гореть разноцветными огнями должны все 73 улицы из маршрута гостеприимства. В этом году департаментом дизайна была предложена морская тематика. Так, на площади у мэрии елку украшают штурвалы и якоря. Картину дополняет вот такой оркестр снеговиков с новогодними подарками. А один из символов Сочи, Морпорт, включили вот в такую композицию. А парк Ривьера в новогоднее оформление включил футбольную тематику. Вот Дед Мороз в ожидании чемпионата мира держит мяч в руках. Известная пальма в центре парка тоже украшена футбольными мячами и красными колпаками. Глава Сочи Анатолий Пахомов призывает бизнес активнее включаться в работу по созданию атмосферы зимней сказки. Ведь это часть имиджа курорта. Все объекты торговли должны быть действительно приведены в новогодний вид. Люди, которые занимаются торговлей, услугами, они должны это понимать. Что Новый год, рождественские праздники – это всегда оформление своих объектов. Я еще раз говорю, это и есть продвижение их товара, это и есть продвижение их продукта. Мы понимаем прекрасно, мы туристический город, нам приезжает пол-России. В Сочи на новогодние праздники планируют посетить порядка 100 тысяч гостей. В том числе от того, как будет украшен город, зависит в целом впечатление туристов от отдыха на побережье. Инга Габеша, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.